Здравствуйте! Вы смотрите Новости Русского Мира. С вами Дима Рубин. Мы продолжаем следить за жизнью русского зарубежья удаленно. Я приветствую вас из своей домашней студии. В этом выпуске. Бессмертный полк в этом году в условиях пандемии коронавируса пройдет в онлайн формате. У русских центров в условиях режима самоизоляции работы стало больше. В Великобритании объявлен международный музыкальный онлайн конкурс в честь 75-летия Великой Победы. А теперь более подробно об этих и других новостях. Патриотическая акция «Бессмертный полк» в этом году в условиях пандемии коронавируса пройдет в онлайн формате. О том, как присоединиться к акции, в следующем сюжете. В онлайн-шествии «Бессмертного полка» примут участие 170 стран. У всех желающих будет возможность с помощью социальных сетей рассказать историю и показать фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Подготовку онлайн-акции «Бессмертный полк без границ» под девизом «Наша победа – моя история» начал Всемирный координационный совет российских соотечественников за рубежом. К акции уже присоединились наши соотечественники из Грузии, Казахстана, Испании, Германии, Голландии, Катара, Малайзии и многих других стран. В Великобритании объявлен международный музыкальный онлайн-конкурс в честь 75-летия Великой Победы «Песня Победы». По инициативе Совета русскоговорящего сообщества Великобритании и Северной Ирландии при поддержке представительства Россотрудничества и посольства Российской Федерации в честь 75-летия Великой Победы объявлен международный музыкальный онлайн-конкурс «Песни Победы». Главная задача проекта – сохранить историческую память и напомнить всем о страшной трагедии и великом подвиге. По словам Евгении Терентьевой, основателя и руководителя Российско-Британской музыкальной академии «Музыка.Нова», после объявления о запуске конкурса уже начали приходить заявки. Она выразила надежду, что проект поможет консолидироваться всем, кому дорога эта праздничная дата. Как русский мир готовится к празднованию Дня Великой Победы, узнаем в следующем сюжете. В Грузии в преддверии праздника 9 мая русский клуб выпустил музыкальный диск «День Победы», посвященный 75-летию Великой Победы над фашизмом. В него вошли песни военных лет и о войне, которые исполнили грузинские певцы и артисты. Также студенты из-за рубежа, которые учатся в высшей школе перевода МГУ, решили накануне празднования юбилея Победы спеть песню «Нам нужна одна победа». Клип на произведение Булата Акуджавы выложили на странице в Инстаграме. Студенты из Греции, Армении, Турции, Бельгии, России, Швейцарии и других стран находятся дома. Но это не помешало им присоединиться к акции. Русский центр Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Крупской отметил десятилетие. Фонд «Русский мир» поздравил Русский центр Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Крупской и подарил более 250 книг по актуальным направлениям. Новейшая литература по истории, культуре и искусству, языкознанию и литературоведению, а также художественная литература от ведущих российских издательств «Эксмо» и «АЭСТ» будет доступна всем желающим. Особого внимания заслуживают книги, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. У русских центров в условиях режима самоизоляции работы стало больше. Русский центр региональной библиотеки имени Захария Княжеского в болгарском городе Старозагора принял участие в национальном читательском марафоне. Русский центр активно участвует в виртуальной в 15-м издании марафона чтения, который начался 2 апреля этого года в Международный день детской книги и день рождения детского писателя и поэта Ганса Христиана Андерсона. И продлится он до конца апреля. Маленькие и большие поклонники русской книги присоединились к инициативе и прислали свои видеоролики о домашнем чтении, рассказах о любимых книгах и многое другое. Центр русского языка и культуры Казахского национального университета имени Аль-Фараби присоединился к акции проведения своих мероприятий в режиме онлайн. Руководитель центра Жанна Уматова провела виртуальную встречу со студентами, посвященную Международному дню писателя и Международному дню поэзии. Ребята прочли стихотворения русских классиков Пушкина, Лермонтова, Симонова, а также произведения на туркменском языке. Арслан, что у вас есть любимое? Крыму масштабно отметят 100-летие русского исхода. Основные празднования запланированы на ноябрь 2020 года. Осенью 1920 года из Крыма и Севастополя уходили последние корабли эскадры императорского Черноморского флота. На их борту находились почти 150 тысяч человек, которые покидали Россию. Теперь это событие называют русским исходом. Реконструкция эвакуации участников Белого движения, казаков и всех, кто им сочувствовал, состоится в Ялте. Для учеников крымских школ организуют тематические уроки. Сотрудники библиотек и музеев подготовят исторические выставки. Документы, касающиеся этого события, будут представлены Госкомархивом. Кроме того, намечена международная конференция, куда пригласят ученых, историков, деятелей культуры. К юбилейной дате подготовят туристические маршруты по историческим и памятным местам, связанным с исходом. В рамках акции «Библия-ночь» состоялось необычное творческое мероприятие, жанр которого можно обозначить как видеопоэзия. Разновидность искусства, в котором органично сочетаются художественный, визуальный ряд и поэтический текст. В этом году «Библия-ночь» установила рекорд по посещаемости. Мероприятие в онлайн-формате посетили 98 тысяч человек. Желающие смогли стать участниками бесплатных онлайн-ресурсов столичных культурных учреждений, тематических YouTube-каналов, а также страниц в социальных сетях. Основной темой «Библия-ночи-2020» стала Великая Отечественная война. К памятной дате приурочено несколько акций, например, 75 слов победы. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что несмотря на режим самоизоляции, вокруг вас проходит множество событий, в том числе онлайн. Вы и сами можете создать летопись этого необычного периода жизни, например, сняв ролик о том, как проходит ваша жизнь в условиях карантина. Каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе. Все подробности на сайте www.ruskimir.ru Давайте делать новости вместе с русским миром. Берегите себя и своих близких. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok